И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Final Fantasy IX. В предыдущей серии мы с вами приняли предложение Куджи, ну как приняли, у нас не было выбора, застать для него какую-то там неведомую вещь, он вообще нам ничего толком не сказал, поэтому по поводу сказал, иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот мы в общем-то и здесь, господи мы, я не помню, ойлверт, вот, мы добрались на Чукобике, миновали много неприятностей, слава тебе господи, Чукоба рулит, но впереди у нас много проблем, потому что здесь стоит мугл, у него продавались новые вещички довольно-таки неплохие, слава богу, у нас были деньги, мы смогли все купить, даже не в количестве одной штуки. О, опять пыль, поэтому мы неплохо справляемся, прокачка решает. Ай, впереди я сомневаюсь, что у нас будет все радужно, потому что когда тебе дают новую экипировку, это не к добру. Давай себе долбани по голове. Ну вот, ну, ну вот так всегда. Ну что, сорок-то, что так жадно? Жалко в инвентаре, ну, то есть в меню даггер не может долбануть посохом никого. Слушайте, а там точно ничего больше из предметов не было? Какой-нибудь кольчужки для нашего Штайнера. Потому что мне терзает сомнение, что я что-то пропустила там. Да епало нажмать. Ну ладно, ладно, прокачка. Прокачка это тоже хорошо. Глядишь, вот сейчас вот убьем монстрика. У нас лавлапчик где-нибудь в команде будет тоже хорошо. И к тому же очки способностей никогда не бывают лишними, а учитывая, какие здесь убогие монстры... О, надо же. Вдвоем пришли. Ты привел с собой своего брата. Как пизды. Тряпка. Слушайте, хватит трогать Квина. Елопалый, а? Он немощной и так, без вас. Без вашего участия. Отлично. Получи по голове. Квина, давай вилкой. Черт, ну что такое? И как назло, я рассчитывала, что Квина попадет. Ах ты, гнида, да уйду. Вообще хамили. Все, отдыхать. Людоед, понимаешь? Надо тагер подключить. Почти 3000 опыта вот за вот этот убогий бой. Чего бы нет, это правда? Я бы здесь, честно говоря, побегала, попрокачивалась, не побрезгивала бы. Но я не хочу тратить палатки. Палатки на вес золота. А вот еще успею покачаться. Так, что я хотела? Облегчения. Так, точно, точно у тебя больше ничего нет? Это ты... Мало ли, ну вот мало ли. Это ж как всегда. Трезубец за один есть. Есть, есть, есть. Есть. Вилы есть. Ну, вилы это старые. Просто такие меры у нас много. Их громовые перчатки нам не нужны. Так, это что? Золотая броня. Вот я так и знала, что я что-то проглядела. Вот я прям чувствовала. Как я так умирилась? Я вот я чувствовала, что не может быть, чтобы здесь ничего не было. Ладно, это дело. Ох, чуйка. Я люблю тебя. Так, что у тебя тут? Почему магия у тебя повышается? Ну, ладно, защита, дух, магическая защита. Бить с камней. Ладно, хрен с тобой. У меня почему лапезь лазули побыстрее бы прокачать, чтобы поставить что-то получше. Потому что, что-то... Все, бежим. Теперь уж точно. Ну, ладно, ладно. Четыре удара и 3000 опыта, чего бы нет. Правильно? Вообще халявные какие-то битые. Сейчас какой-то новый монстр вообще поржу. Нет. Ну да, что ли. Первый пошел. Второй пошел. Ах ты. Вот тебе, квинный. Я надеюсь, попадет. Попала, но не убила. Жаль. А почему она теперь так плохо лечит? Раньше, помните, 400 прям там было. Хорошо. Сейчас что-то как-то слабенько совсем. Гарнет, что с тобой? Дайте контратаку в лоб. Дайте, походи. Ну что такое, что это за лечение? Ну, они же 400 были. Почему так? Может, у Зидана стоит защитка какая-нибудь? Ну тогда какой толк от этого лечебного посоха, если он что-то так плохо лечит? Может, я помню, во время прокачки долбанешь 400 прям. Хорошо. Ладно, пока пускай будет. Не будем трогать. Посмотрим, как в дальнейших боях. Открывай, Сова. Должно быть, это вход. Откройся, Сим-Сим. Я не могу открыть такую большую дверь. Я не знаю, что происходит, но мне кажется, что нам надо попасть... А, нам надо попасть внутрь. Такая честь находится тут. Да, очень смешно. Обосраться просто. Я сейчас буду рыдать кровавыми слезами, если там будут бои такие же, как были в грудь и гизамалуку, если вы понимаете, о чем я. Потому что я вообще не помню, что это за место. Я догадываюсь, что это за место, но это не может быть оно. Просто не может быть оно. Зараза, у меня бегает что-то по кругу. Это что за мануха такая? Доспехи защиты. На кого-то, на кого-то, на кого-то, на кого-то, на кого-то, на кого-то. Не на тебя, явно. Может, на дайгер? Ну, то есть, это магические какие-нибудь доспехи. А, нет. Смотрите, Эдна Штайнера. Зафига я покупала золотую броню. Доспехи защиты. О, смотрите, какие хорошие. И тоже отвлечения. А, здесь убийца камней. Уж по-моему, столько способностей нет, сколько отвлечений. Что дает отвлечения? Сейчас, давайте посмотрим. Снижает точность физической атаки врага. Ммм. Хорошая штука. Особенно, если у нескольких стоит железо спасает от окаменения. Это очень хорошая штука. От тьмы. Тоже неплохо. Но, мне кажется, есть смысл убрать. Потому что, в принципе, прозрение стоит крайне дежево. То есть, зелие. А вот способности какие-нибудь, например, ясная голова, которая спасает от окутынице. Это, мне кажется, куда более хорошая вещь. Потому что, если он начнет крутиться по кругу. И долбанет потом кого-нибудь из наших. Это будет крайне болезненно. А окутыница так просто не лечится. У нас просто даже очков не хватает. Можно было бы, конечно, убрать. Сюда. А у нас тогда будет на сколько? На 300. Меньше жизек. Не то, чтобы это было много. Можно было бы убрать. Поставить еще на другое. По кололезни. Возможности вверх, возможно. Пока мы качаемся. Чтобы побыстрее все это изучалось. А перемещение-то у нас сейчас спасает от стоп. Да. Давайте, правда, поставим возможно. Хотя нет, возможности вверх, наверное, есть смысл оставить. Во время прокачки. Так, а у Зидана что там по способностям? Автоускорение. Точность. Контратака. Возможности вверх. Ой, давайте уберем тогда автозелью. Ага, сейчас. Повреждает врага при краже. Насколько сильно, кстати, повреждает? Интересно. Добавление статуса при атаке. Случайная защита. Иногда увеличивает защиту. Ох, смешно. Одна так стоит дешево, значит, фигня. Подождите, а у него в экипировке добавочный статус путаница. Фиговый добавочный статус. Если честно, он практически ни на ком не работает. Поэтому смысл вот как бы включать вот эту фигню... Где она там молотовалась? Смотри. Вот он. Вот этот вот. Нету, по крайней мере, кезидана. Можно что-нибудь другое поставить. Вот. Повреждает врага при краже. Это неплохо. Давайте посмотрим. Просто мне интересно, сколько отниматься у него будет. Что там у даггера? У него три способности. Целитель. Это отлично. Это очень хорошо. Целитель. Это у нас восстанавливает ее шу-цель. Да. То есть автоматическое течение у нее будет. Как я понимаю. Как у Эйка. Надо будет. Да. Это хорошая штука. Автозили нафига я. Контратака для Квины. Я даже не знаю, есть ли смысл. С другой стороны, почему нет? Хотя я бы взяла, наверное, автоускорение. Что нет-то? Это уж лучше. Потому что, в принципе, Квина у нас такой относительно. Она, но редкая контра-та... Короче, вы поняли. Я сейчас это не выговорю. Четыре часа ночи. Точнее, утра. Короче, не важно. Так, все. Здесь у нас все есть. Я ему поставила доспехи защиты, да? Сохранились. Ой, я не люблю это место, потому что здесь столько всяких закоулочков. Пока туда пройдешь, пока там засунешься, на тебя еще 20 тысяч раз нападут. Это так бесит. К тому же в Final Fantasy 9 очень часто случайные бои намного чаще, чем в 7-й, например, или в 8-й частях. Что это? Кто ты? Я боюсь тебя. А почему у меня это все не работает? Не въехала. А почему так? А почему-то у меня не работают фронтические атаки. Это странно. Может потому что... А, потому что это хрень. Нам было... Первый раз вижу этого масса вообще не ближайший приз. Я действительно Эйка. Да не может это быть Эйкой. А почему мы не можем магию использовать? В чем проблема? Это вот это хрень? А-а-а-а! Блин! Я идиотка тупая. Что ж я сделала? Нам же Куджи сказал то, что здесь поле, которое блокирует магию. Ой, какая я дура. Я совсем забыла. Я думала, что это как бы на него не сработает. Я не думала, что это еще и на нас. У нас, грубо говоря... От Даггер толку вообще теперь никакого. Что, мне тебя еще что-ли бить? Да ладно. Простейка. Блин, слушайте, я вообще забыла. Квину взяла с собой. Гениально просто. А я могу вернуться на корабль? Ага, конечно. О, господи. Ладно, Квина физически тоже неплохо такой. Блин, надо же быть такой идиоткой. Нам же Квин... Ой, Квин Куджи прям намек сделал хороший. То, что там магия не работает. Ой, больно мой. Ой, дурак. Ой, дурак. Совсем дурак. Похоже на хитроумный механизм, но он все... Он не вообще... Но он не вообще не действует. Понятно. Короче, не работает. Наверное, где-то есть выключатель. Ну, или включатель. Кому как удобнее. Ты тоже у нас, да, не работаешь? Надо искать. Ой, надо же было так лохануться с персонажами-то. Слушайте. Что-то я как-то вообще... Мощный жилет. Что, зажилет? Нафига себе это я покупала, если у нас тут. А, ну все, прокачиваю. Ну ладно, сейчас докачаем тогда униформу Юда и поставим себе мощный жилет. Ой, что-то я вообще надпела. Ну ладно, даггер у нас тогда будет чисто на лечении. Пуски там, все дела. Сапоги с пером? Что? А, да, знаю, знаю. Они, по-моему, взлет, кстати, автоматически будут. Сапоги с пером, где они? Вот они. Автовзлет, да. Только его еще покачать, конечно, надо. Ну, это тоже не работает. А-а-а. Ладно, даггер у нас на лечении. У нее есть лечебный посох. Нормально, прорвемся. Она у нас лекарь хорошая. У нее двойной эффект брошенный зелий имеет. Поэтому нормально. Черт. Надо же было так. Хорошо, что я взяла все-таки Штайнера с собой. Какое-то чувство, что пригодится. Кого-то ты заезжаешь. Амаранты? Штайнера, ага, смешно. Давайте Питафию сперва. Ну, удачно. Я Штайнер вам? Конечно. Ой, не надо меня убивать. Нет. О, черт. А, смешно. Мы его сейчас будем очень весело воскрешать. Штайнер. Так, закончилось. Отлично. А я могу Штайнера сожрать? Квили. Ха-ха-ха-ха. Вряд ли. Косоглазый, Штайнер. Это еще Штайнер не может. Более, Штайнера не успели воскресить. 3000 обновления. Прости, Штайнер, ты прав, угол опыта. Лапе столожили еще одну. Ладно. Черт, просто не успели. Обидно. Да, 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 да. А, кстати. Ой, не то дела. А, тут тоже не работает применение. Зараза. Ой, надо же было так лохануться-то, а? А, впрочем, был бы у нас амарант, была бы у нас фрей. Да, что бы нам это особо-то дало. Даггер у нас, по крайней мере, двойными зельями может кидаться. А Квина у нас неплохо атакует. И сожрать может. Случай чего. Собо так течиться не будем, потому что лучше в бою, чтобы двойной эффект был. Надо было побольше на каких-то этих зелий. Пока деньги были. Причем, ладно. Нормально, прорвемся. Прорвемся. Это не самое страшное. Ненавижу это место. Это, по-моему, все-таки то самое место, о котором я думала. Хотя нет, быть не может. Просто не может быть. Какой странный шар. Ничего. Так, видимо, вот сюда надо второй поставить. Я просто не помню. Нифига вообще. Куджа трус. Сам сюда не пошел. Нас отправил. Гнида такая. Да, кажется, тяжеловато будет против босса без магии. Хотя, по-моему, там в какой-то момент магия должна то ли включиться, то ли что. Первый удар замечает. Ой, на... Ой, ой, ой. Зря я это сделала. Зря. Зря я это сделала. Ой, только не убивай штайна. И квина тоже не убивай. Черт. Мы могли бы сожрать. Че-то я как-то так поспешила. Ладно. Пойдет. Чушь. Выбора как бы особо-то и нету. Ти-ди-ди. Так, замечательно. Я здесь. Дверь откройся. Класс. Я могу... Вон там наверху, видите, голубой спрыг... Блин, я не в ту сторону пошла. Я могу здесь спрыгнуть? А! Я еще, оказывается, здесь... Я просто не знала, что это лестница. Я как-то думала, что это стеночка. Так, мне надо как-то выйти отсюда. Выпусти меня. Так, давайте вниз тогда че. Все. Нам не придется наворачивать. Так, стоп. Подождите, мы тут были. Обратно. Алмазный меч. Еще раз алмазный меч. Ведь она тут в случае, если бы мы не купили там... Если бы у нас не хватило денег. Как щедро. Так, здесь где-то должен быть подъем. Вот нам туда надо, наверх. Вон он. Пусть там будет что-то полезное. Сцеление. Ну, не сказала бы, что это очень полезная вещь. Она же хорошая, но... Восход солнца. Восход солнца. Сало уж тятни. Это не то, что я думаю. По-моему, это для Амаранта. Восходящее солнце. Оно, по-моему, даже было то ли в Final Fantasy V. Это как такой метательный... Ну, не бумеранг, не чакрам, я даже не знаю, как-то... Ну, как диск такой с лезвиями. И в четвертом, по-моему... Не, в пятый... По-моему, в пятый он был. Восходящее солнце. Точно, у меня у Барса стояло восходящее солнце. Офигеть. Так, буду... О, ждите, сейчас я хочу посмотреть на это. Сейчас как-то прогляжу. Подожди. Восходящее солнце. Вообще, пойди внизу, должен быть сам. Да, вот оно. Да, точно! Метательное оружие более мощное, чем кольцо с шипами. Применяется по команде воросок и не может быть экипировано. То есть кидается один раз, и все, и пропадает. Жаль. У Барса это восходящее солнце, как бумеранг, возвращалось. Офигенная штука. Ну, в пятой части, по крайней мере. Берем. А, нет. А-а-а-а-а. Может быть, я магию переключила? Вряд, конечно. Сейчас проверим. Мачи. Нет, не работает. Все еще не работает. Хороший. Повелай. Контратак, отлично. Быстрее убьем. Прелестно. Клин и вилка вообще просто рулит. Лучше меч. Сковородка оружия свободы, вилка оружия. Победа, я не знаю. Так. Аксессир, хорошо. Подожди, я еще раз могу ткнуть на эту хрень. Видимо, нет. Ну и не надо. Не больно-то и хотелось. Бежим обратно. Здесь нечего больше. Подожди-ка. А, мы отсюда пришли. Господи. Вот в финалке в девятой, что, какая проблема есть? В этих во всех замках и так далее. Здесь очень легко заблудиться. Это планета? Это надпись что, только появилась? Мать. Тера. О, не могу. Ты она читать? Ты она читать. Ты можешь это читать? Это правда здорово. Да дело не в том, что я могу читать. Со мной говорят слова. Я даже не знаю почему. Че, скоро узнаешь че? Че могу сказать тысячу? Сомневаюсь, что тебя порадует эта информация. Опять это каменное изваяние. Пошел он. Кстати, надо проверить было кражу. Сколько она там отнимает? О, Фрейка. А, кража. Давайте у Фрей еще не теснем. Нет! Конечно ты, Фрейк. Конечно, мы поверили на тебе. Мягкость. Тебе 377 неплохо. Для этого что-то было кражем. Да я в мою, Квин. Чего ты уворачиваешься? Это же... Это же лечебная атака. Мочите, пусаныр. Мочите. Молодцом. Хорошо справляемся, слушайте. Пока что. Я, конечно, не хочу губу особо раскатывать. Потому что сейчас как скажу. Потому что, о, я молодец. И тут хоба. Какой-нибудь мегабосс с 9 миллионами жизней. Легко ж. О, птичка, 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 птичка. Попугай, кокаду. Я схожу сама. Так, сейчас дождемся, пока у всех будет пополнение. Чтобы можно было перекрыть водоворот. Это плохо. О, нифига. Зидан, атакуй Штайнер. Я надеюсь, ты не убьешь его? Не убил, хорошо. Ешь, Квин, кушай. Кушай, кушай, поправляйся, солнышко. Невкусно, жаль. Блин, еще Зидан так накрыла. Сейчас, скачите его еще. У нас какой-нибудь x-зелия, блин, есть. А, у нас руды. Ой. Ну да. Передод, руда. Надо воспользоваться. Не хочу зелья тратить. Хотя зелья, конечно, хуже, чем передодки. И всякие эти. А где миксить? А, их нельзя, да, использовать. Здесь их использовать нельзя, только в бою. Это печально. Что поделать? Блин, Зидан, чего у тебя так много жизни, а? Ты не подумай, я не жалуюсь, но... Черт возьми, тебя же не напасешься. Тук-тук. Что значит ничего? Почему-то ничего. А что мне сделать-то надо? Ой, сейчас еще два года тут буду бегать и тут пить. Что-то я не пойму, чего-то мне хотят. Вообще, по идее... По идее, надо бы со мной оно установить два шарика, потому что он такой пьедестельчик. О, прям две птички, смотрите. Первый пошел. Второй пошел. Третий тоже. Третий, 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 третий. Сильный Зид, и сейчас кинем в Штайнера. О! Как чувствовала. Баля, он как не хватает синемаги. Давай, убивай. Здесь, Квина, добивай. Ну, или Штайнер. Замечательно. Слушайте, что-то я подвисла немного, что мне делать. По идее, либо я что-то пропустила... О, да, точно все. О, точно так. Либо я что-то проглядела, какой-нибудь поворот или какую-нибудь лесенку, потому что, как я уже сказала, в этих замках, в этой части потеряться как два пальца. Блин, зелья кончаются. Это плохо, а магии нет. Это очень плохо. Может, вы что-нибудь заработаете, я не знаю. Ага, заработало! Древний корабль. Самый древний в истории. А, по-моему, их подряд нужно будет выбрать, точно. Военный корабль. Кораблестроение. Технология примитивная. Ах, ты ж япона, мать! Как вы же заклебали своими боями! Я схожу с ним. Ладно. Бои, благо, у нас здесь очень хорошо идут. Мы на раз-два всех валим. Прокачка рулит. Даже без магии как раз поравляемся, разве что немножечко неприятна мысль, что рано или поздно зелье закончится. Так что нам надо быстрее как-то все это делать. Иначе придется возвращаться и покупать у мувла зелья. А у нас денег-то не очень много, поэтому немного мы не купим. В итоге только потом все опять потратим, когда будем возвращаться, скажем так. Давайте-давайте, убивайте Харакинджон. Убивайте. А, у Штайна аж точность повысилась, я забыла. Мы же хотели бы поменять там что-то. Давайте посмотрим. Убиться демонов. Ну ладно, он сейчас уже докачается. И возможности вверх скоро докачаются, с включением. А, вот, возможности вверх у него сейчас тоже качаются. Ладно, сейчас докачаются. Наверняка бой будет. Крэйсер непобедимый прототип. Прототип Паламка. Первый крейсер непобедимый. Улучшен используется сейчас. Ну и че? Ну вообще сперва дремний, потом вот этот, потом прототип. И теперь вот этот вот мега-крутой. Пойдемте туда, наверное. Мне кажется, или буквы стало больше? Наверное, кажется. Давайте вот тут вот сохранимся. И сейчас попробуем. О, а, нет, стоп. Дверь откройся. Нет, да? Ну там шарик еще один. И нужно туда. Надеюсь, там сейчас все работает. ХЗ, на самом-то деле. Но мы все включили, больше нечего делать. Да, отлично. Сим-сим. А, исчезла. Ух ты. Начало города. Опять исчезла. Ух ты. Сначала город процветал. Вскоре начался спад. В это время города на всей территории Терры. Потом начался спад. Так что это за чушь? Ну, кто его знает. Но, в любом случае, мне кажется, та дверь уже открылась. Потому что, как бы... Да. Мы получили тайные знания. Мы проходим в дверь. У вас такое же хорошее предчувствие, как у меня, да? Что это за место? Какая неприятная комната. Не матерись. Ага, как страшно. Стойте, оно что-то говорит. Оно материт. Что-то мне видишь? Пришедший встанет тебе на платформу. Ха, я думаю, он говорит телепатически. Ну, вперед. Я бы не стала, точно говоря, вот так вот вставать. На платформу так спокойно. Жесть какая. Пришедший, слушайте. Это запись нашей цивилизации. Смерть семян не наша вина. Все растительности, вода исчезли. Это все стало результатом упадка нашей Терры. Ну, если кто-то не знает, Терра это в переводе Земля. То есть наша планета, по идее, наша Земля тоже Терра. Поэтому, как бы, честно говоря, я предпочитаю называть ее Терра, как идиот последний. Мне так нравится больше. Ну, конечно, когда я с кем-то говорю. Я, конечно, говорю Земля, потому что если я скажу Терра, меня не поймут. Рассматривалось множество способов остановить упадок. Наконец, собрались лучшие умы цивилизации Терры. После этого была предпринята последняя попытка воскресить Терру на родном континенте. К несчастью, она закончилась провалом. Похоже, было открыто, что все дело в катализаторе. Но здесь Терра это даже не столько планета, сколько, видите, какое-то королевство. Потому что, видите, на континенте. Ну, здесь вообще странное отношение к континенту, потому что Александрия вроде как королевством. При этом она ограничивается как-то одним городом, который тоже имеет название Александрия. Ну, то есть, как-то такие параллели, двойственные понятия. Да не важно, это сказка. В финалке все можно. Позже было открыто, что все дело в катализаторе были выбраны людям. После многих попыток вечное процветание казалось достижимым. Флора и фауна были восстановлены, но они все еще в застое. Конечный результат ожидается до сих пор. Чтобы наша славная история не канула в лето, мы были созданы. Это это нужно было кудже? Зидан, что бы это могло значить? Я тоже хочу знать, но наши друзья в опасности. Так что давайте сначала спасем их. Сейчас, по-моему... Нет. Ну, отлично. Это было несложно, в общем-то. Музычка вот тоже выправилась. А, я застряла. Да иди ты, твоя налево, да это хоть выйди-то мне. Мне кажется, что все таки стоило Штайнера там оставить, потому что что-то тут как-то все очень легко у нас получается. впрочем легко по большей части благодаря штайнеру но но тем не менее вот и зеркало а это не твои все-все-все-все я думаю другой зеркало который смело себя накладывает не сперва и питать и он может аквина пускай что она вот это давай я боялась да появляется когда является двойник того кто в спортивной я скишки на надо воскресить иначе мы опытом торрета-то-то-то-то надо было это конечно сделать Гарма? Ну ладно. Кто ты? Дай! Чё, стебляйте, что-то? Да ладно. Не, промахнись, промахнись, промахнись. О, глядь какая-нибудь. Да, аллен. Бламинго такой страшный. Ч-ч-ч-ч-ч, давайте Штейнер убейте кто-нибудь. Отлично. Не, 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 надо... Опять? Только не Штейнер. Только не Штейнер. Да ты что, смеешься сегодня домой? Не, чё-то чувствую я... Придётся... Всё-таки... Вот я питафилу, угрохаю. Офигела. Не, Штейнеру не везёт чё-то. Своих девойников. Блин, угробишь эпитафию, Штейнер останется, он убьёт Штейнера. Если мы его воскресим, оставишь. Ну, в общем, вы поняли, чё-то я забудула, задумалась, с кем ходить. Хотя пока она спала, мы могли воскресить, блин. Отстой. Ну ладно. Шесть тысяч! А почему так много? Блин, Штейнер тебе не повезло. Сравните, да, шесть тысяч вот на вот этом бою, в принципе, довольно лёгком. Только Штейнеру не везло с этим заклятием смерти. И вот тут дракон великий, который... Вообще его убить, это... Жопа, короче, его сложно было убить. И при этом за него давали 17 тысяч. Да, ну, по-моему, проще вот таких вот несколько боёв провести. Три, если быть точнее, даже больше получше. Хорошо, выход. Уходим отсюда. Нас ещё Чукобик ждёт. Всё, мы уходим отсюда замечательно. Мы сейчас ещё палаточкой воспользуемся. И у нас теперь магия снова работает. Пожанкала вас. А, ну тогда не будем пользоваться палаткой. Чё их тратить-то? Да мы сейчас подлечимся спокойно. Тара-тара-тара. Тириш-тириш-тириш. Ой, опять ты. Ты меня не вдохновляешь. Ты смеешься, что это женщина? Ну вот. Какая-то необычная дробь. Ой, чё-то я засыпаю малость. Хочу играть, но засыпаю вообще просто. Да и... Ты что делаешь со мной? Ещё эти байки немножко скучные. Не, я, конечно, не жалуюсь. Они лёгкие, при этом опыта за них дают неплохо. Но в моём состоянии, когда мне хочется спать, это немножечко нудно. Я, кстати, забываю ставить на паузу. У нас, кстати, скоро у кого-то будет... У Штайнера у нас будет и у Квина, кстати, тоже будет... Прорыв, он же лимит, он же... Транс. И это меня немножко печалит, потому что не вовремя, как всегда. Не чтоб на каком-нибудь боссе. Давайте убейте побыленько, может, у Квина транс не включётся. Ну, пожалуйста. Ой, зачем я это сделала? Ой, контратака, давай, 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 убей, 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 убей ты уже. Ну, что ж ты делаешь, Дагер? Всё, супер. Всё, ещё один ход. У Штайнера у Зидана там, скоро тоже. В шлёпках. Квина в шлёпках сражается и спасает мир. Это вообще обалдеть. Впрочем, Лагуна тоже, если вам о чём-то говорит это имя, тоже в шлёпках спасал мир. Ну да ладно. Лагуна, он такой, так, магазин. Ах, хорошо. Вот сильное зелье. Берём, сколько влезает. Не будем экономить. На сильных зельях экономить нельзя. Что, у нас тут ещё есть исцеление? Мы ещё и палатка. Я не буду, пожалуй, брать. Всё замечательно, да. Давайте запишемся, тогда и завершим как раз-таки на этом серию. Отлично. В общем, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Мы неплохо так справились, никаких сложностей у нас не было, особых таких ощутимых. Попу нам никто в этот раз не рвал, мы сами всех ухайдохали, как только могли. В общем, прокачка решает. Сейчас мы оседлаем Чукобика и полетим просто на его крыльях любви обратно к воздушному кораблю, чтобы вернуться к Куджи, чтобы всё было... Ты издеваешься, Куджи? А, нет. Я уже думала, заставка сейчас пойдёт какая-нибудь. В общем, отлично. Что делать вы знаете, если вам понравилось. То есть, ставить пальцы вверх, оставлять комментарии, рассказывать друзьям, может быть. В общем, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Север. Всем удачи. Пока-пока.